Добрый вечер, друзья! Поставьте плюсики, как меня слышно. Есть звук или нет? Я немножечко не вижу. Ага, отлично, супер! Всех приветствую! С вами Лилия Донскова. Сегодня у нас стартует обучение в группе ускоренного роста. Ребят, ну еще может быть кто-то потянется, поэтому первый вопрос, который я вам хочу задать. Это ваше осознанное решение? Вас кто-то заставил пойти учиться в эту группу? Или вы действительно хотите развиваться и двигаться вперед по карьерной лестнице? Признавайтесь честно, кого заставили? Сдайте того человека, который сделал это. Кто пришел сам, да, поставьте восклицательные знаки. А кого заставили, поставьте минусы. Есть, да, чувствуете? Галя заставила все-таки. Я так и знала, Ром. Вот даже не сомневалась ни капельки. Наверное, иголки под ногти загоняла. И сказала, мясом кормить не буду, пока не пройдешь группу ускоренного роста. Давайте с вами разберемся, что же это за огур такой, группа ускоренного роста. На самом деле, это наша секретная группа, в которой мы вас будем учить, тренировать. Ребят, это будут тренировки. Чтобы, знаете, как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Мы будем с вами тренироваться делать такие вещи, как... Читайте. Тема занятий. Альфа-самцов будем из вас делать. Группа Альфа. Сейчас у нас первая тема – лидерство. Вторая тема – создание личного канала YouTube, заливка видео. Далее. Работа в Google. А, и учимся записывать видео без камеры. Потому что, ребят, это очень мощный инструмент, когда вы можете сопровождать команду, да, сразу сотням людей, дать ответ на их вопросы одним роликом. Вы его записываете и пользуетесь им потом несколько месяцев, а может быть и лет. Это очень здорово облегчает всю работу, поэтому надо научиться и использовать это каждый день. Следующая тема. Вы научитесь использовать Google на всю катушку. То есть создавать разные фишечки в Google, и блогеры делать, и таблички, формы, документы создавать. Потому что это очень удобно и быстро. Следующая тема. Мы будем учиться с вами разговаривать. То есть это навык проведения собеседований с незнакомыми совершенно людьми. Это самая, наверное, ответственная тема, ответственное задание. То есть вы будете тренироваться друг на друге, чтобы потом, уже когда вы реально встретите людей, кандидатов, которые не готовы к этому бизнесу, вы научитесь это делать легко, непринужденно, чтобы после ваших собеседований хотя бы 50% людей принимали решение заглянуть за занавес и попробовать свои силы в этом бизнесе. Вы также научитесь сопровождать новичка, работать с инфолистом. И следующая тема – это проведение вводного инструктажа. То есть вы должны все будете уметь провести инструктаж своему новичку, ввести его в команду, в курс дела, чтобы он во всем начал легко разбираться. Следующая тема, не менее важная, сложная, наверное, для многих преодолеть страх микрофона, выступлений публичных – это искусство быть спикером. Следующая тема – маркетинг. Мы будем учиться считать денежки, чтобы вы, глядя в распечатку, сразу могли предсказать каждому человеку, сколько он заработает примерно, практически до копейки вы научитесь рассчитывать доходы своих людей. И вот это мы не давали раньше. Вы будете это изучать, с калькулятором сидеть, просчитывать зарплаты. Так, немножечко перепутала, работа с блогером была выше. А, нет, это отдельная тема, работа с блогером. Ой, ну, скорее всего, мы ее объединим с гуглом, потому что там ничего такого сложного нет. Далее, создание новых привычек тайм-менеджмент. Будем учиться планировать свое время и планировать свой успех. Следующая тема – работа с рассыльщиком. И у меня такое чувство, что я что-то пропустила. Да, у нас еще будет одна тема – косметология. Косметология, то есть вы будете учиться работать с клиентами. Это будет очень крутая тема, там будут классные задания. Вы будете учиться делать подбор продукции под запрос клиента, выявлять те моменты, когда клиент вам сам будет за вами бегать. То есть мы вас научим делать так, чтобы клиенты бегали за вами сами и просили у вас рекомендации и рекомендовали вас своим знакомым. Вот это будет высший пилотаж. Мы с вами научимся работать с рассыльщиком писем, научимся его загружать на свой сайт или блог. И итоги, подведем итоги, сделаем грандиозный выпускной балл торжественный, с дипломами, естественно, чтобы вы их могли использовать потом в лентах, в инстаграме, везде выкладывать, чтобы показывать, что вы развиваетесь и двигаетесь вперед. План понятен, поставьте плюсики, значит, у нас получать тем чуть-чуть побольше будет. Но мы, может быть, блогер объединим с гуглом, потому что гугл небольшая тема. И тогда мы сделаем все за 10-11 занятий. Ну, отлично. Тогда вам нужно будет приготовиться к тому, что вы будете получать задания по каждому уроку. У нас есть отдельный сайт, я вам его вышлю на электронку. Сегодня или попозже, или завтра с утра я это сделаю. У вас будет доступ к каждому уроку открываться только после того, как вы посетите урок. Я сейчас делаю скрин присутствующих, кто у нас сегодня здесь присутствует. Отправлю его себе. Отправлю его себе в журнальчик. Сейчас, прям секунду. Вы пока можете там размяться, задать какие-то вопросы, если нужно, если есть в этом необходимость. Итак, 22 числа зафиксирую на 13 человек в комнате. Ну, конечно же, не все студенты. Честно, думала, что больше людей запишется. Почему-то у меня было такое предчувствие, что народу желающих будет больше. Ну, видите, как же как-то каждый для себя выбрал. Чем заниматься, да, и куда двигаться дальше. Так, ну что, я готова приступать. Вы готовы? Поехали. Первое занятие у нас сегодня очень важное. На чем держится наш бизнес? Это три кита. Ключевая команда, личный бренд и лидерство. Сегодня мы с вами это будем разбирать. Я надеюсь на вашу такую активную, мощную обратную связь, что вы будете задавать много вопросов. И пока все не поймете, не уйдете отсюда. Итак, возможности безграничны. Я думаю, вы это уже поняли, да, по нашему бизнесу. И самое главное, ваши мечты должны вас вдохновлять. Ребят, какие ваши мечты вас вдохновляют? Поделитесь. Потому что если вы говорите, я хочу дом или я хочу путешествовать, но вы не знаете ответ на вопрос, где ты хочешь дом или куда ты хочешь поехать, сколько стоит твоя мечта, как это выглядит, в чем ты поедешь, кого ты с собой возьмешь, на сколько дней и в каком отеле ты остановишься, то, ребят, это не очень мечта. Если в это время ваши глазки не горят, если у вас нет в животе, да, там и по телу мурашек, если вы, представляя вот это, не загораетесь, если вы спокойно спите по ночам, вас ничто не вдохновляет, ребят, это срочно нужно исправлять. Жду обратной связи. В горе не отсидитесь, ребят. Кто не будет активно участвовать в обучении, я буду исключать, потому что дойдут до финиша, естественно, не все. Я в этом, как это, я надеюсь, я в этом ошибаюсь. Но если вы будете отставать, делать хвостики, в принципе, я не буду никого тащить. Сразу вам говорю. И в чате нужно писать быстро и активно. Вы сейчас должны сосредоточиться только на обучении. Какие мечты вас вдохновляют? Есть ли они у вас вообще что-то такое, от чего, знаете, мурашки? Это может быть совершенно маленькая мечта, это может быть огромная мечта. Вы знаете, это по-разному. У кого-то мечта стоит дорого, а у кого-то она, в принципе, недорогая, но он не может себе пока этого позволить по каким-то причинам. И так понеслось. Много мечт, поконкретнее, Кать. Глаза горят, спать не могу по ночам. Татьяна мечтает о четырехкомнатной квартире в Приморском районе города Санкт-Петербург. Сибирь, Рено, Флюренс, мужу, Тойота, зарплата 100 тысяч минимум. Отлично. Анечка, квартира на набережной. Хочу свободу. Люда, что такое свобода? Что такое свобода? Пожалуйста, помочь как минимум 100 людям жить достойно. Что значит жить достойно? Дом. Дом и летом свадьба сына, да, сыграть свадьбу. Хочу жить в своей квартире, ездить на своей машине, купить шубу, норковую хочу. Какой квартире? На какой машине это у вас расписано? Аудио. Хочу свой дом у моря. Аудио. Классная машина. Не глядеть на ценники, да? Ага, хорошо. 50 квартир в Москве. 50 квартир в Москве. Вот у меня немножко тут какая-то вставочка загораживает. Не вижу, кто это. Все расписано. А, Анечка Каараева. 50 квартир в Москве. Ну что же, это очень даже круто. Машина, дом на берегу моря, заработок 300 тысяч. Отлично. Квартиру в центре Москвы примерно миллионов 10. Скромненько что-то. Шикарным ремонтом, личным кабинетом, автомобиль. А что значит шикарный автомобиль? Какая модель? Все, отлично. Да, ну вы поняли, что молодцы, что все молодцы. По-моему, все написали. Малышкину Оксану не увидела, Варгину Наташу не увидела. Кого еще я не увидела, сейчас скажу. У меня, видите, какая хорошая зрительная память. Ну да, Малышкину не увидела и Варгину, и Бахмутову. Раз пришли в гости, значит, надо участвовать. Пишите. Не стесняйтесь, даже если это мечта маленькая. Она должна работать. Ребят, меня вдохновляют конференции, банкеты. Я немножко хитрый человек, но я знаю, что если ты едешь на конференцию, значит, это новый уровень, значит, это новый уровень доходов и признания. Вот это меня очень круто вдохновляет, потому что я знаю, что если я выращиваю свою команду, поднимаюсь по карьерной лестнице, значит, денег становится больше, все мечты исполняются. И я вам желаю, чтобы вот эти вот мероприятия вошли в ваш привычный жизненный рацион, чтобы вы каждый раз задавали себе только один вопрос. Так, а в чем я поеду, какой на этот раз шикарный наряд, какую бабочку, какой галстук или какие туфельки я себе приобрету. То есть, вот это, да, ваша будет самая основная проблема, чтобы, да, остальное все ерунда. И самый главный вопрос, а сколько людей со мной поедут на конференцию? Вот к этому вы должны привычать свои мозги, думать в первую очередь о том, сколько людей я вывезу с собой на конференцию. Вот это крутяк. Да, вот кто написал, что хочу стать людям, Катя Бахаева, помочь, стать жить достойно. Вот отличная достойная цель. Вывести на конференцию, да, в следующем году или через год поставить себе цель. Вывести 100 человек из своей команды, чтобы они выросли, новые звания закрыли. Да, вот это крутая цель вообще, мне очень нравится. Хорошо. Как должно работать? Ребят, любая мечта, она становится целью в тот момент, когда вы конкретно ее озвучиваете, заключаете в конкретные временные рамки, оцениваете и разбиваете на подцели. Да, то есть, начинаете действовать. Потому что нельзя съесть слона целиком, но его можно съесть по маленькому кусочку, абсолютно, да, спокойно за какое-то время. Поэтому, если вы думаете, что вы можете стать бриллиантовым директором, например, или исполнительным за год, да, вы можете это сделать. Есть примеры в истории, когда люди это делают. Но я вам честно могу сказать, ставьте планы, да, цели реалистичные. Реалистичные, да, то есть, рассчитывайте свои силы и не думайте, что, да, там, что это невозможно. Все возможно. Но ставьте себе реальные планы, исходя из той ситуации, в которой вы находитесь. Вот это будет очень круто, научиться делать это четко, быстро и следовать своему маленькому плану. И вот она, наша любимая, красавица, лестница успеха Арифлейм. И какая-то из этих ступенек вас должна особенно вдохновлять. Интересно, какая вас вдохновляет? Вы знаете, многие люди говорят, «Я хочу быть бриллиантовым директором». А я спрашиваю, а почему именно бриллиантом? Почему не сапфировым или не золотым? Почему именно так? И люди говорят, ой, а я правда не знаю. Ну, звучит красиво. Не, ну ты подумай, да, бриллиант – это крутая цель, но может быть, это не твоя цель. Ты выбери свою, которая тебя замотивирует, и которой ты быстро пойдешь. Потому что, глядя на уровень бриллианта, некоторые люди говорят, «Я хочу», но потом, представляя, какой предстоит огромный объем работы, они сдуваются. Они сдуваются, да. Поставьте себе такую цель, помедитируйте над лесенкой и выберите себе конкретную задачу, которая вас будет не просто вдохновлять, а от которой вас будет просто таращить. Вот реально вы будете колбаситься. Потому что, например, уровень бриллиантовой команды, вот где зеленая, да, президентской команды, вот честно, я пока туда, я понимаю, что я туда не тяну, но меня очень круто вдохновляет сапфировый уровень. Вот честно, я знаю, что многие в нашей команде мечтают быть бриллиантами, исполнительными, там, старшими. Я хочу быть сапфировым директором. Это вот здесь меня прям колбасит, я прям чувствую, да, вот сейчас я к этому готова, к этому уровню. Но я уверена, что когда я к нему подойду, я уже буду готова и к бриллиантовому, и выше, и выше. Поэтому вы должны выбрать себе свою точку. Вот эту точку, это называется, вот где вы сейчас находитесь, маршрут, да, вот вы, например, сейчас находитесь кто-то на 6%, ваша точка здесь, а вы, например, хотите вот сюда, вот этот ваш маршрут. И вам нужно будет вот этот маршрут просчитать, за сколько времени вы к нему придете, разделить его на кусочки и расставить цели. Например, если вы хотите стать бриллиантовым директором за 3 года, то значит, у вас, мы делим на 3, и получается, что вам в год надо выращивать 2 директорские команды. Если вы хотите стать за 2 года бриллиантовым директором, то вам надо разделить напополам за 2 года, вырастить по 3 директорских ветки в год. Понятно? То есть, да, у вас должна быть начальная точка и конечный маршрут, как в обычных картах. То есть, куда вы собираетесь поехать, да, неважно, это далеко, куда-то вы летите там за границу, или вам нужно отвезти ребенка в школу, вы всегда рисуете маршрут. В бизнесе должно быть то же самое. И ваши маршруты у всех будут разные. Вы чуть позже научитесь их рисовать более четко и детально. Так, дальше поехали. На чем мы держим фокус? Ребят, на что вы держите фокус? Вот прямо сейчас, сегодня, в этом дне, на чем вы фокусируетесь в своем бизнесе? Поделитесь в чате. Вот на чем вы конкретно сейчас тратите свое время? То есть, когда вы пишете в чате, я работаю, я сегодня целый день работала, да, или я сегодня работала 3 часа, что вы делали, на чем вы фокусировались? Будете фокусироваться завтра, фокусировались вчера. Вот что вы сейчас делаете? Так, Татьяна формирует ключевую команду. Супер. Дальше. Катя. Бренды прокачиваю свой мозг. Бренд, личный бренд и лидерство, да? Фокус делаю на одну личную регистрацию. Так, сегодня фокус был на... Роман, а в чем суть? Вот ты фокус скажешь. Мне нужно провести 15 собеседований. А фокус на чем? Поиск ключевого партнера? Или просто отрабатываешь мастерство? Невероятно. Роман, неужели ты действительно провел сегодня 15 собеседований? Так, рекрутинг. То есть фокус на чем? На ключевой команде или просто собрать людей вы хотите? Ребята, и еще раз вопрос с подковыркой. Потому что кто-то просто рекрутирует в погоне за чем-то, да, многоточие. Зачем вы гонитесь? Просто за количеством людей? Или вы создаете поток людей в своей команде, чтобы поиск вы... Вы ищете, как золотоискатели, вы ищете себе ключевых партнеров. Пока рекрутирую в Инстаграм. Фокус на чем? Сейчас, да, конечно, партнер, конечно, Инстаграм. И посты, ВК, ВК. А фокус на чем? Работаю с ключевой командой, учусь делать ЛТО. Мне нужен ключик, срочно. Так ты на этом фокус держи тогда. Задача, да, ты себе говоришь. Я сегодня ставлю перед собой задачу найти ключевого партнера. Для этого я проведу 15 собеседований, зарегистрирую из них 7 человек, и среди них один станет ключевым партнером. То есть правильное формирование задач, оно приводит к правильным результатам. А если вы ставите задачу просто, мне нужна одна регистрация, к вам придет одна регистрация, но это будет не факт, что этот человек хотя бы даже сделает заказ. Так, Шойгик. Хочу собрать родственников, знакомых, чтобы им помочь реализовать себя. Ага, хочу собрать, хочу собрать родственников и знакомых. Давай так, фокус держу на работе с теплым рынком. Хочу, задача, задача поднять качество жизни моей семьи, перевести на новый уровень. И среди своих родственников найти, собрать ключевую команду. То есть, опять же, я всегда говорю, ребят, самое главное, ваши фокусы. Так, предлагаю бизнес, а не скидку и подарки. Правильно. Правильно делаешь. Вы знаете, это очень классная фишка, когда вы работаете с людьми, и вы им говорите не такую фразу, что «Ну, идем ко мне в команду, у нас столько классных подарочков, стартовая программа, ля-ля-ля». Вы знаете, как говорится, на что зовете, того и получите. Зовете на подарок, значит, этот человек будет всегда проявляться, только когда интересные подарки. Зовете на скидку, значит, человек будет пользоваться скидкой. Зовете на бизнес, человек будет строить бизнес. Да, вот именно так. Смотрите, на что я вам рекомендую направить фокус в три точки. Три точки – это прокачивать личный бренд. Прокачивать личный бренд, благодаря этому ваш теплый рынок будет к вам подтягиваться. То есть, да, люди, которые, может быть, пока не готовы идти, они, увидев ваши изменения, они поменяют свою точку зрения и попросятся в команду сами. Вторая точка – это лидерство. Это учиться преодолевать страхи. Это учиться говорить, учиться действовать, принимать на себя ответственность, брать обязанности и так далее. И третий фокус, третья ваша точка – это собрать ключевую команду. Это вот, не знаете, вы знаете, нельзя просто, да, прокачивать личный бренд и всё. Или просто я лидер. Ну, вы не можете быть лидером без команды. Поэтому три фокуса обязательные, да, я вам специально вот эту подсказку на слайд вывела. Вы должны в день ставить себе три задачи. Делать для себя, для личного бренда – это статусы, прокачка в соцсетях, классные фотки, идеи, мысли. Вы должны формировать о себе представление правильное. Ребят, давайте такой вопрос вам задам, немножечко дополнение к этому слайду. Вот как вы хотите, чтобы вас воспринимал мир? Вот лично про себя, каждый сейчас напишите. Как вы хотите, чтобы о вас говорили? Вот конкретно два-три слова. Какой вы человек? Вот, например, меня спрашивают про, например, про Аню, да, или там про Михаила. А ты скажи, вот какой он, что это за человек, можно ли ему доверять? Да, почему ты с ним общаешься? И я прям буквально три слова говорю. Да ты что, это же вообще, это мега просто позитивный, ответственный, развивающийся человек. Счастливая, успешная, сильная, лидер, красивая, супер. Да, за счастливыми, за такими людьми хотят идти. Далее. Я серьёзный, надёжный, сильный человек. Серьёзный, надёжный, сильный человек, ведущий к успеху, да, человек, с которым я себя чувствую комфортно, потому что с ним всегда хорошо. Вау! Лариса у нас, вау! Супер! Татьяна, успешная, ответственная, хороший партнёр. Катя, я лидер, да, надёжный партнёр. Умный, успешный, целеустремлённый, трудолюбивая, сильная, ответственная, молодцы. Она не врёт, я за ней пойду. Да, классно, умная, позитивная лидер, молодцы. То есть вы должны формировать вот это, транслировать миру именно вот то, что вы хотите, чтобы о вас думали. Если вы говорите, я открытая к миру, открывайтесь. Пишите про себя, показывайте, какой вы человек, что вы смешная, вы разная, вы серьёзная, вы сильная, вы действующая, вы развивающаяся, да, вы интересная, вы интригующая личность. То есть вы это должны транслировать миру. Вы должны транслировать миру, что вы здоровы, что вы ведёте здоровый образ жизни, что вы ведёте здоровый бизнес. Понятно? То есть запишите себе, это прям ваша задача, транслировать миру вот этот конкретный интерес. Договорились? Поставьте пятёрочки, кто меня услышал, понял. Если есть вопросы, пишите вопросы. Пишем вопросы, если они есть. Угу, молодцы. Молодцы, супер. Поехали дальше, а то у нас ещё много слайдов. Далее смотрите, ребят. Первое, что должен сделать человек, который нацелен на лидерство, на то, чтобы собрать ключевую команду. Первое, что вы должны сделать, это откинуть страхи, заморочки, придумки всякие. Вообще просто их собрать в мешок, завязать тугим узлом и отнести на помойку. Все ваши придумки по поводу тёплого рынка. Понятно? Вы должны просто сесть и написать полный список знакомых, родственников, соседей, людей с учёбы, с работы, с ваших хобби, увлечений, мероприятий, сферы услуг и так далее. По приметам он усатый, он бородатый, они длинноногие, они любят короткие юбки и так далее. Перелистать все свои фотоальбомы и соцсети и начать вкладываться в список знакомых. Это самый быстрый путь к успеху. Я знаю, что многие из вас хотят это сделать. Хотят. Вы видите, что тёплый рынок рулит. Вы видите это по росту других команд, которые сфокусированы на тёплом рынке. И если вы до сих пор не начали приглашать знакомых на созвон со своим наставником, значит вы со своими страхами ещё не поработали. И я прошу от вас обратной связи, ребят. Для кого проблема, вы прям можете сказать, для меня проблема позвать знакомых в бизнес. Поставьте восьмёрочки в чате. Восьмёрочки это некие аплодисменты, то что вы не боитесь об этом, по крайней мере, заявить. Что я боюсь, мне некомфортно, мне страшно, что они обо мне подумают, что они будут говорить и так далее. Так, боятся. Татьяна. Катя. Катя минусы. Это не боишься или боишься. Аня Караева. Вы видите, да? Практически все люди это боятся. А как вы думаете, я не боялась, что ли? Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Ребят, самая большая ошибка, самая большая ошибка, когда вы не зовёте своих знакомых в бизнес. Это вы себе даёте большую-большую отсрочку от успеха. Понимаете? Вы не должны убеждать, вы должны научиться приглашать своих знакомых правильно. Я даю всегда три фразы. Три фразы, которых, если их использовать, то они работают практически безотказно. Главное, чтобы вы это или писали, или говорили чётко по шаблону, не отступая, не придумывая, не наворачивая каких-то там своих дополнений. Чёткие фразы. Например, я звоню и говорю, Аня, привет, я по делу, у тебя есть минутка? Аня говорит, да. Я говорю, Аня, я хочу тебя спросить, тебе интересен дополнительный доход? Нужны деньги? Аня говорит, да, а что нужно делать? Рассказывай. Это в интернете, это Лохотрон, это Арифлейм? Я говорю, нет, 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 слушай, подожди секундочку, Аня. Смотри, в чём дело. Моя знакомая или моя родственница, да, моя знакомая, она предприниматель и сейчас расширяется. И ей нужны люди на подработку. Давай сделаем так. Она сама тебе позвонит, всё расскажет, ты ей задашь вопросы. И если ты ей подойдёшь, то, может быть, возьмёт. Договорились? Всё, давай пока, моя хорошая, жди звонка, она скажет, что от меня. Всё, ребят, если вы так будете говорить чётко и уверенно, то люди будут говорить, да, хорошо, вы будете давать их номер своим менеджерам, они будут обзванивать и рассказывать о нашем бизнесе. Из 10 человек, которых телефоны вы даёте, 5-6 регистрируются. Ну и что? Лариса, неужели ты думаешь, что мои знакомые родственники не знали, что я в Арифлейм? Меня спрашивали, это Арифлейм? Я говорила, ты что, в Арифлейм хочешь работать? Они говорят, нет, я говорю, ну окей, я тебя познакомлю с моим очень хорошим знакомым, его зовут Валентин Туровский, он с тобой пообщается, сам всё расскажет, может быть, возьмёт, не знаю. Это работает на 100%. Если вы допускаете расспросы, значит, вы отступили от шаблона. Значит, вы даёте слабинку, значит, вы дрейфите, дрожите внутри, и люди это чувствуют и начинают перенимать инициативу. Они берут микрофон в руки, и всё получается, как они хотят. Они становятся дирижёром, а вы второй скрипкой. Вы хотите быть второй скрипкой? Если нет, то не передавайте микрофон. Вы должны говорить чётко, быстро, уверенно. Мы этому будем с вами учиться. Да, вообще, в принципе, проводить собеседование. У меня вчера был рекорд, самое короткое собеседование длилось 4 минуты 30 секунд. Представляете? И всё, регистрация. Сегодня уже водник провела, то есть 4 минуты 30 секунд я провела собеседование, человек сказал, да, 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 я буду пробовать. Всё. Это работает безотказно. Давайте, ребятки, не придумать велосипед, ничего не изобретать. Всё есть. Велосипед уже изобретён. Следующий шаг. Ребят, по поводу лидерства, скажите, кто себя считает лидером? Поставьте пятёрочки. А кто считает, что он не лидер? Поставьте восьмёрочки. Лидеры ставят пятёрочки, если вы себя считаете лидером. Кто считает себя ещё пока не готовым, да, я не дотягиваю, поставьте восьмёрочки. Давайте, все-все-все прям пишите, как есть. Лидер пятёрочка, не чувствую себя пока лидером, восьмёрочка. Вот, видите, есть у нас несколько человек, которые считают, что они не лидеры. У меня есть для вас отличные новости. Вы можете стать лидером, если вы это себе разрешите. Потому что, в принципе, лидер – это не значит, что этот человек красноречивый, красивый, эффектный, харизматичный, да, и так далее, и так далее, как обычно думают, что лидер. Я знаю массу людей, массу людей, потому что я часто бываю на банкетах, на конференциях, на разных семинарах живых, когда они берут микрофон и начинают говорить, будучи уже в звании директор золотой, сапфировой. И я вижу, как трясутся их ноги, руки, я вижу, как дрожит их голос, а лицо заливается краской, и они не могут связать двух слов. И вроде бы, да, можно сказать, о, там некоторые скажут, такое скучное выступление. Но зачем они вообще берут микрофон и говорят, ребята, лидер – это состояние, это внутреннее состояние, и вы можете его создавать. Вы знаете, что есть такое понятие, как отдать внутренний приказ? Внутренний приказ. Вот кто делает планку? Кто-нибудь из вас делает планку по утрам, по вечерам, там, или в какой-то день? И там есть задание стоять, например, на локтях, одну минуту, две, у кого-то три, да, стоять на вытянутых руках, боковую планку делать, с поднятой ногой и рукой. И знаете, вот я сама делаю планку, и что внутри происходит? Начинает всё тело дрожать, да, уже просто всё трясётся, и я готова упасть. И тут я себе внутри ору просто, стоять! Стоять сказала, ты можешь! И стою. Откуда силы берутся, я не знаю. Но у меня получается. И когда мне страшно с кем-то говорить, например, у меня вчера был очень сложный разговор с одной дамой, очень сложный, и у меня было желание сбежать, слиться и сказать ей, да, я вас поняла, я поняла, что вам это не подходит, да, мы такие лохи тут, да, да, давайте, до свидания пока. Моё первое желание было бросить трубку, вот реально, и сказать всё-всё-всё, до свидания, и не слушать, и не бороться, и не сопротивляться. Но тут я внутри себя сказала, стоять, не сдавайся, не позволяй себя обливать грязью. Как ты будешь смотреть в глаза новичку, который дал телефон этого человека? Ты что ему скажешь? Я сдалась, я слилась, я испугалась? Ну-ка иди и делай. И вы знаете, ребят, и после этого приказа внутреннего у меня всё получилось. Я так круто поговорила с этой девушкой, просто я нашла подходящие слова, они сами пришли. Потому что у меня не было пути назад. И если вы себе будете приказывать что-то делать, поднимать трубку и звонить, брать книгу и дочитывать до конца, сидеть и разбираться в этом дурацком инстаграме, в котором ничего не понятно, ну а почему-то у всех оттуда по две, по три регистрации, не пойму, как они это делают, и вы будете говорить, сиди и разбирайся, быстро сиди и делай. Ребят, вы станете дирижёром, понимаете? Вы станете дирижёром, который управляет внутренним оркестром под названием эго. Эго, которое ленивое, которое не хочет меняться, которое не хочет выходить из зоны комфорта, которое хочет, чтобы всё оставалось по-прежнему, лишь бы его не беспокоили, не заставляли учиться, развиваться, делать то, что некомфортно и не нравится. Но вы станете дирижёром, и эго подчинится вам, и вы увидите чудесные изменения в вашей жизни. И вы должны понимать, что вы сами только можете себя слепить. Я не смогу. Аня не сможет, Миша не сможет, Рома не сможет. Из вас, да, вот каждый, если говорить, что я из тебя сделаю лидера. Нет, нет, вы только сами можете захотеть и стать лидером, понимаете? Кто меня услышал, поставьте пятёрочки, кто понял. Кто не понимает пока, о чём я говорю, поставьте минус. Вы просто должны научиться себя заставлять, чтобы вечером, когда вы подводите итог дня, вы себе сказали, я просто молодец сегодня, я вот это смогла, я раньше этого не делала, я вот это смог, какой я крутой вообще парень, я вообще просто от себя этого не ожидал. То есть, ребят, вы должны научиться гордиться собой каждый день. Маленькие победы соединяются в одно огромное слово «лидерство», и люди начнут чувствовать ваши перемены. Вы понимаете, что люди общаются на уровне энергии? Вы это понимаете? На уровне энергии. И когда вы счастливы, люди чувствуют, даже если вы не говорите ничего, просто мимо прошли, но они чувствуют, что вы счастливы. Если вы несчастливы, люди тоже это чувствуют. Побыв в компании с вами, они становятся грустными, уставшими. Понимаете, если рядом побыть со счастливым человеком, даже если просто молчать, рядом посидеть, то человек почему-то внутри становится тоже чуть-чуть счастливее. Даже не понимая, почему, но люди это чувствуют. И в тот момент, когда вы начнёте перерождаться, начнут происходить чудесные перемены. К вам потянутся люди уровня выше, чем вы сами. Понимаете, есть такое понятие, подобное притягивается подобное. Вы начнёте притягивать людей всё сильнее, интереснее, развитие, да, или развитие, то есть, которые двигаются к целям. То есть, вы начнёте собирать вокруг себя обалденную команду. Понимаете? Стоит ради этого, ребят? Стоит ради этого стараться действовать, развиваться, двигаться вперёд или нет? Как вы думаете? Какое ваше внутреннее решение? Конечно, стоит. Мы очень много говорим о канале YouTube. У нас в задании это будет, у вас буквально в четверг уже будет следующее занятие по работе на канале YouTube, по раскрутке его. Очень долгий, сложный, интересный, обалденный творческий урок. И мы всегда говорим, раскручивайте канал YouTube. Начинайте с малого, да, найдите свою тему, нишу. И начинайте потихонечку собирать подписчиков на канал, чтобы их было, да, ещё больше и больше. Потому что это даёт хорошую репутацию. Это даёт отличное просто восприятие вас, как того человека, о котором вы писали выше. Вас люди будут воспринимать, глядя в ваши ролики, глядя в ваши изменения в жизни, глядя на то, чем вы делитесь. Поэтому смело отдавайте. Да, есть тут люди наверняка, которые знают такую фразу библейскую, «Не оскудеет рука дающего». И если ты хочешь что-то получить, то сначала отдай. И есть ещё такое понятие, что если ваше желание не исполнено до сих пор, то значит, оно ещё просто не оплачено. Это всё, в принципе, на одну тему. И если, да, ваши желания ещё о домах, о квартирах, о машинах, о путешествиях не исполнены, значит, вы ещё не проработали, ребятки. Вы ещё не отдали миру то, что вы должны отдать. Поэтому работайте над собой, пожалуйста, работайте, да, и раскручивайте канал YouTube, отнеситесь к этому очень-очень серьёзно. Раскручивайте личный бренд. У вас постоянно должен быть ажиотаж на страничках. События, действия, хобби, увлечения. Вы чем-то делитесь, вы отдаёте в мир что-то хорошее, интересное. У меня пошла обратная связь. Вчера мне было очень круто. Я каждый день поздравляю с днём рождения друзей на страничках. Тем, кто у меня в друзьях, там выходит подсказка, что сегодня день рождения, например, там у троих, сегодня у пятерых, у двадцати бывает сразу. Я всех абсолютно поздравляю с днём рождения. Отправляю открыточку и текст пишу с именем каждому. Что в результате? Ну, кто-то пишет спасибо, благодарю и так далее. Вчера мне одна девушка пишет. Мне настолько приятно получить от вас поздравления, потому что я всё время слежу за вашими постами. Вы настолько позитивный, интересный, отдающий человек, что для меня поздравления от вас – это просто праздник. И вы знаете, для меня это было вообще очень круто. Впервые на поздравления я получила такой поток позитива и мощной энергии, что я аж просто подзарядилась конкретно. Поэтому отдавайте, брендируйте себя, будьте интересными, чтобы люди за вами наблюдали и хотели двигаться вместе с вами. Люди должны почувствовать, что вы можете привести к успеху. Итак, сейчас у вас будет маленькое задание – нарисовать портрет своего бизнес-партнера. Вот каким вы представляете своего ключевого партнера? Напишите в чате, какие качества, может быть, какой он внешне должен быть. Какой он, ваш бизнес-партнер? Давайте вот каждый там по одному, по два, по три определения. Как вы его себе представляете? Активный, исполнительный. Повторяет то же, что и я. Ответственное желание работать, обучаться. Коммуникабельно активный. Дублирует, дублицирует, я бы так сказала. Дублицирует, смелый. Галина, и всё этим сказано. Брюханова, наверное, да? Энергичный. С желанием изменить свою жизнь. Такой же, как я, активный, позитивный, сферой, целеустремлённый. Ага, всё правильно. Смотрите, вот у вас должно быть цель стоять. Если вы планируете вот в какой-то срок, например, в течение полугода стать директором, то вам нужно за эти полгода собрать ключевую команду, которая состоит минимум из 20-25 ключевых партнёров. То есть они могут быть в глубине распределяться. Ключевой партнёр может быть любого уровня. Бывает такое, что и новичок приходит, а сразу понятно, что он ключевой партнёр. Вот как, например, пришла вот Аня Иванова, да, и сразу понятно, ключевой. Таня Фролова пришла, сразу понятно, ключевой. То есть, да, сразу люди проявляются каким-то ярким-ярким образом. То есть, да, он, может быть, только пришёл, а он, может быть, проявится через два месяца ключевой, он, может быть, проявится через полгода. Но ваша задача – собрать себе команду ключевых, окружить себя звёздами, понимаете? Смотрите, какое у вас будет задание. Вот на прошлом занятии у нас студенты выполняли вот такую фишку, делали. Ваше задание будет точно таким же. Вам нужно будет расписать вашу ключевую команду. То есть вы должны выполнить это задание как угодно. Вы можете фотографии каких-то людей найти, похожих на тех, которых вы представляете в своей команде, или нарисовать их, или там из журналов вырезать, как хотите. Вы можете это сделать в виде слайда. Вы можете это нарисовать от руки, сделать фотографии. Вам нужно будет расписать вашу ключевую команду. И какими качествами обладают эти люди. Пофантазируйте, посидите. И желательно, конечно, чтобы у вас потом это было перед глазками всегда. Как только появлялся ключевой партнёр, вы уже знали, да, вы будете даже видеть, что вот он, я его описала, и вот он точно такой же человек появился. Это мужчина, он с усами, да, он позитивный, он добрый, умный, он ответственный, он предприимчивый, он вообще крутой молодец. Понятно, да? То есть у вас будет такое задание нарисовать, расписать, как хотите это сделать, и каждый, конечно, от своих способностей будет отталкиваться. Ну и лидерство. Лидерство, оно, знаете, вот кажется, ой, как долго, да, идти на уровень 22%, на уровень директора. На самом деле здесь всего 7 шагов. Ребят, вот хотите смейтесь, хотите нет. Каждый шаг, он примерно удвоение идёт, приблизительно. Да, приблизительно удвоение ваших действий. Вот вышли на 3%, следующий шаг 6, вы просто удвоили результат. Чтобы выйти на 9, вам нужно опять удвоить, да, повторить вот эти действия. Чтобы выйти на 12, вам нужно просто 2 9% группы. Это очень-очень-очень круто. Вот, вообще, что это так просто, на самом деле, просто поставить перед собой задачу каждый каталог, шагать на новую ступеньку или перешагивать через одну. То есть не обязательно, совершенно не обязательно, нигде такого не записано, что вы должны быть на 3, обязательно на 6 посидеть, там на 9. Нет, вы можете первый месяц разобраться и сразу стартануть потом на 9. Вы можете, да, на 9 побыть один каталог, потом сразу стартануть на 15. Вот как было у меня. Первый каталог 6, потом 9, потом 15 и 22. То есть у меня не было 12 и не было 18%. И трёх не было. То есть я сразу 6, 12, ой, путаюсь, 6, 12, 18, нет. Ну, короче, я уже запуталась. В результате, что у меня было только 4 уровня на пути к директорству. То есть 4 каталога, 4 шага. Вот, вы выбираете свой путь. Конечно же, я вам рекомендую его не растягивать во времени, а делать быстро и эффективно. И ещё немножечко о лидерстве. Ребят, вы знаете, лидер должен обладать всё-таки рядом специфических черт характера. И одна из основных черт, которые присущи лидеров, это качество называется эмпатия. Кто понимает это слово? Эмпатия. То есть так и говорят. Этот человек эмпатичный. Он как бы, знаете, с чем они ассоциируются? Эмпатичный, симпатичный. Ага, эмпатичный человек, это, да, в первую очередь, он любит людей. Он им эмпанирует. Они ему эмпатичны. Он заботится, он любит, он хочет, чтобы людям было хорошо. Он готов отдавать, да, этому человеку. И вот это качество нужно развивать. Потому что в нашем бизнесе без отдавания ничего не получится. Потому что в первую очередь мы отдаём. Да, мы отдаём, мы вкладываемся в людей, мы их заинтересовываем, мы их организовываем, мы привлекаем их внимание. Да, и, конечно же, чтобы стать хорошим лидером, нужно будет учиться. И этому будут способствовать огромное количество книг, которые вы должны поставить себе в задачу прочитать. Потому что книги, они действительно помогают менять своё восприятие, отношение к жизни. И становясь лидером, каждый день работая над собой, вы будете подтягивать также своих людей, потому что вы будете передавать им эту же инициативу. И качество, которое присуще лидеру, это честность. Вы никогда не должны обманывать людей, вы им честно должны всё говорить. Потому что если вы, например, вам человек говорит, например, какой-нибудь вопрос по бизнесу, а вы не знаете, не врите. Скажите, я не знаю пока. Я сейчас выясню и тебе перезвоню, расскажу. То есть будьте честными, не бойтесь показаться недостаточно продвинутыми в каких-то вопросах. Это нормально, что вы не всё знаете. Даже я, будучи, да, уже директором, я не знаю ответа на все вопросы. И если мне нужно, я знаю, где найти ответ. Я на любой вопрос знаю, у кого спросить или где поискать. Постоянство – это очень важное качество лидера. Что значит постоянство для вас? Как вы понимаете это слово «постоянство»? Давайте разберём. Потому что у нас очень много ярких, харизматичных лидеров есть в команде, но они не постоянны. И из-за этого они не развиваются или хаотично действуют. А то они подскочат по карьерной лестнице, то откатываются обратно. Опять подскочат, опять обратно. Как на качельках, правильно, Танёш? Что значит постоянство? Да, мы постоянно, каждый день, мы постоянно здесь, мы в бизнесе, мы выбрали его. Мы впустили его в свою жизнь на 100%, без оглядки. Всё, я, да, меня кто-то называет. Ой, да ты прям вот в своей Марифлейме, прям вся в своей Марифлейме. Я угораю, говорю, ну естественно, это мой образ жизни, я этим живу. Это меня вдохновляет, это как дышать. Но если вы чем-то не увлечены, то у вас не будет результата. Да, постоянство, это значит, вы всё время на связи, ребят, на связи. Нет такого, что вы раз исчезли, а потом через неделю появляетесь, и говорите, хо-хо, привет, что вы соскучились? Вот она я. Вы знаете, люди перестают воспринимать людей, которые периодически пропадают, потом появляются. То есть вы должны всё время проявляться для людей. Самодисциплина. Ну, это понятно, да, сами себя постоянно заставляете, потом это входит в привычку, и уже становится как само собой разумеющееся действие. Позитив, умение находить плюсы во всём, лояльность к компании, да, к партнёрам, к наставникам тоже, да, ваши наставники тоже люди, надо к ним относиться тоже лояльно. Вот вчера я очень сильно устала, и Танюшка Фролова мне так лояльно сказала, солнышко, иди спи, я поняла, я завтра спрошу. Но она не спала всю ночь, потому что этот вопрос я очень сильно беспокоила, но она лояльно ко мне вчера отнеслась, за что я очень благодарна. Зато мы сегодня очень здорово целый час пообщались, да, Танюш? Предприимчивость. Вот не ждите, что вам кто-то должен подать на ложечке, на тарелочке с золотой каемочкой. Сами, ребята, научитесь искать информацию, быть вообще просто как ищейка, придумывать, подхватывать, вносить лепту в общее командное дело. Не надо думать, что Лиля Донскова, вот она наш лидер, вот она пусть всё и делает. Вот она пусть и тащит всю команду на себе. Нет, ребят, со мной это не прокатывает. У меня есть ключевая команда своя, и мне иногда бывает, что в ключевой команде тоже люди, которые устали, заболели, и они мне пишут в личку, Лиля, я завтра не смогу провести планёрку и тренинг. Я говорю, ну я рада за тебя, давай выздоравливай, конечно, я за тебя переживаю. Ну, давай так, помнишь, мы договаривались, что если вы не можете что-то провести, то вы на меня своих обезьян не перекладывайте. Ищите замену. Ищите замену в команде, готовьте своих спикеров, готовьте выступления. Вот буквально позавчера мне Маша Скалеренко пишет, Лиля, я не смогу ничего провести. Я говорю, Маша, я за тебя очень рада. Я говорю, а кто проведёт? Вот, ищи замену. Она, эм, хорошо. И создала, сегодня был потрясающий ори-тур, да, буквально за один вечер она его собрала, людей подготовились, выступили, получили все потрясающий позитив. При этом Маша проявилась супер, несмотря на то, что она сама не могла присутствовать, она всё организовала круто, классно, и при этом меня ни капельки не напрягла, хотя хотела. Раньше я так и делала, я ломанулась бы и побежала искать замену или сама бы что-то провела. Ребят, это тоже важное качество лидера, умение делегировать и доверять своим партнёрам. Потому что если вы будете тащить партнёров всю жизнь, да, на свои сиськи, и всё за них решать все вопросы, и говорить, ну хорошо, я поняла, что ты ещё маленькая, ты подрастёшь, конечно же, ты всё это будешь делать. Ребят, не будут люди расти. Вы должны приучать людей к ответственности. В первую очередь, да, себя. В вторую очередь, да, учитесь команду сразу приучать к ответственности. Не повторяйте моих ошибок. Следующее качество – это предприимчивость и энтузиазм. Энтузиазм, ну куда же без него любимого? Записали? Какие качества вам нужно развивать? Почему важен лидер? Почему важно держать эту планку? Потому что люди придут всё-таки на человека. Вы знаете, если просто людей звать Варифлейм, мало кто пойдёт. Если человек понравился, проявился, они пойдут в любую фирму, где бы он ни работал. И будут с ним, кстати, идти всегда, даже если он будет куда-то переходить, искать что-то лучшее, они будут за ним идти дальше. Люди берут пример. Да, они учатся повторять вас. Потому что для каждого человека есть какой-то свой кумир. Вот станете для кого-то примером, для подражания, чтобы человек захотел быть похожим на вас. Да, он, конечно, не будет точно таким же. Но наверняка вы заметили, что если есть 2-3 подружки, у них примерно у всех одинаковые прически, одеты в одном стиле, они ходят, читают одни и те же книжки, смотрят одни и те же фильмы. Почему? Ну потому что одна из них явный лидер, и она их просто в это вовлекает, и они становятся похожими на неё. Вот и всё. То есть вы будете строить бизнес, и он будет точно такой же, как вы. Ваша команда будет подбираться такая же, как и вы. Ребят, это очень важно. Вы меня все понимаете? Я так хочу до вас достучаться, чтобы вы работали над собой, не покладая рук. Итак, давайте такой вопрос обсудим. Лидер, какой он? Какой он, как вы думаете? Жду от вас обратной связи. Какой же он лидер? Каким вам нужно стать, чтобы, да, может быть, какие-то развить качества, там, чему-то научиться? Как вы сейчас вот для себя наброски всё равно какие-то делаете? Хорошо, молодцы, супер. Да? Лидер, он всегда на виду. Лидер, он вдохновляет, мотивирует, ответственный, внимательный. Да, он, как говорится, в бизнесе нет мелочей абсолютно. Он профессиональный. Вы постоянно работаете над своим профессионализмом. Ведущий. У вас должно быть своё мнение. Не бойтесь, даже если вы разговариваете там с бриллиантовым директором, высказать своё мнение. И, конечно же, ребят, самое элементарное – выполнять правила 3П. Начните с себя, и ваша команда вас дублицирует. По крайней мере, не все, но те, которые хотят добиться чего-то в этой жизни, они будут вас полностью дублицировать. И как только лидер начинает легко делать 150 баллов, вся команда начинает это делать. Как только лидер пишет, «Вау, у меня сегодня регистрация, и так каждый день», то все начинают говорить, «Блин, она регистрирует каждый день, а что же я-то лошарю?» И начинают тоже регистрировать каждый день. То есть показывайте пример своим партнёрам. Всё. Давай, да, давайте пример. Наверное, пример. Всё, поехали дальше. Я надеюсь, вы себе там пометочки делаете. Ребят, очень важно. Лидер решает все проблемы. Он их не создаёт. Ребята, на лидере проблемы должны закончиться. Лидер никогда не напишет в чате что-то негативное. Лидер никогда не напишет в чате какую-то фигню, за которую аж стыдно становится. Прежде чем написать, лидер подумает, «А как это, то, что я сейчас напишу, отразится на моей репутации? Как это отразится на всей команде? Что сейчас команда подумает? А здесь же есть новички. А здесь же есть люди, которые вообще ещё не понимают, что это такое. Как же я сейчас напишу, например, что «Вот, твою мать, я сегодня целый день там делаю рассылки, но у меня одни отказы даже послали на три весёлых буквы». Понимаете, да? То есть на лидере проблемы заканчиваются. Если лидер увидел, что у новичка какая-то проблема и какой-то вопрос, он просто берёт этот вопрос и тут же решает. Тут же он его никуда не дальше по инстанциям не пускает. Он говорит, «Стоять, стоппинг, сейчас мы всё решим». И он найдёт выход на руководство компании, на вышестоящих спонсоров. Он не будет это сеять в чате, да, там, панику и всякую там фигню, чтобы она не рождалась в людях, да, там, чтобы у людей был только подъём. Ребята, все меня услышали? Это очень важно. Если, вы знаете, как говорят, негатив вверх, позитив вниз. Слышали такую фразу? Негатив вверх. То есть вы негатив отправляете в личку к спонсору. Или звоните и говорите, «А, всё кончено, я не могу, это херня! Би-ди-ди, отказались, заблокировали!» Всё, проорались, проплакались лидеру вашему. А в чат написали, «Вау, ребят, какой сегодня у меня крутой день! Я научилась, как создавать много и быстро страничек. И я знаю теперь, как делать так, чтобы их не блокировали». Понятно, да? То есть вы негатив отдаёте вверх вышестоящим спонсорам, а вниз маленьким нашим партнёрам, новичкам, вы отдаёте только позитив. Кто меня понял? Поставьте плюсики. Лидер знает ответы на все вопросы. Если не знает, он узнает. К уровню 9% вы должны обладать знаниями о компании, о доходах, о БП. Вы должны отвечать на вопросы такого характера легко вообще. То есть историю компании изучить, как мы тут зарабатываем, и так далее. То есть вы уже должны быть авторитетны. А чтобы к 9% стать авторитетным, ребят, то в чатах надо проявляться. Да, вы должны зарабатывать свой авторитет, уже записывать ролики, помогать новичкам и так далее. Ну и конкретно про чат я хочу выделить отдельно. Прямо отдельно. Это такая транскрипция, как формула, которую вы должны себе записать и запомнить, как дважды два четыре. Лидер в чате авторитет, отвечает на вопросы, вдохновляет, никогда не ноет, позитивит на всю катушку. Лидера в чате знают, он не спорит, не ругается, направляет разговор в нужное русло. Если видят, что кто-то кого-то заносит, то быстро с ним в личку пишет. Так, стоппинг, пошли с тобой разберемся. В личке лично с тобой поговорю, объясню. Лидер в чате не молчит. Ребят, учитесь, да, что-то отдавать, привносить в команду позитив, чтобы чат кипел, бурлил, чтобы была деятельность. Пишите в чате, что вы делаете, как вы делаете, фишки, какие вы находите, отрабатываете, хвалитесь, что у вас получилось, хвалитесь своих партнеров и так далее, и так далее. То есть позитивим с утра до ночи, с ночи до утра. Договорились? Если негативчик какой-то всплыл, куда вам надо обратиться? К спонсору? В личку. Хорошо? Все меня услышали? Поставьте себе пятерочки, кто меня понял. Немножечко про лидера и ответственность. Лидер в первую очередь за ответственность за себя, за свою команду, за результаты своей и своей команды. Вы знаете, вы не можете отделить себя от команды, ребят. Если в вашей команде нет результатов, то у вас их тоже не будет. И в первую очередь лидер заботится о доходах своих партнеров, о их результатах, о том, чтобы они дотянули свою планку, чтобы они перешагнули на новую ступеньку, заботится о прохождении стартовой программы, если кому-то не хватает или осталось там несколько дней, напоминает, заботится, чтобы человек не пропустил свой куш какой-то у каждого в своем объеме. и лидер, он ответственный за проект в целом. Планерки, тренинги, вводники проводить, семинары, выдвигать идеи, участвовать в обсуждениях и так далее, и так далее. То есть, да, ребят, вот в тот момент, когда вы скажете, что это не Лилин проект, не Мишин, не Катин, не Машин, не Ванин, что это мой проект, и я здесь лидер, когда вы себя заявите, внутри сначала скажете, это мой проект, я здесь буду развиваться, я здесь сделаю все, чтобы было круто. Ну, кстати, хочу прям при всех выразить огромную благодарность Фроловой Татьяне. Это единственный человек в команде, единственный практически, ну, некоторые тоже проявлялись немножечко. Это единственный человек, который я по каждому уроку в бизнес-школе внесла лепту, по каждому уроку она выявила где-то там недочеты, какие-то мои упущения, и благодаря ей я внесла некоторые корректировки в нашей бизнес-школе. Поэтому, Тань, тебе спасибо огромное за то, что ты не безразлична, за то, что ты вникаешь и не оставляешь без внимания мелочи, потому что реально в бизнесе нет мелочей. И я благодарна, что ты так деликатно, технично вот обо всем этом говоришь. Да, ребят, прям спасибо, поэтому я вам каждому говорю спасибо, кто какую-то лепту вносит. И это очень важно, потому что делая какой-то вроде бы маленький шажочек, оказывается, вы делаете огромную пользу для всей команды. И благодаря этому, да, может быть, люди начнут быстрее расти, им будет проще разбираться в этом бизнесе. Поэтому участие, участие стопроцентное, то есть погружение в проект на 100%, естественно, приведет к результату. Лидер рекрутирует лично. Ребят, сколько у вас регистраций за последнюю неделю? Признавайтесь. Регистрации – это не значит, что лично прям вот вы, вы, вы нашли человека. А может быть, вы провели собеседование для своего партнера, и после этого собеседования человек зарегистрировался. или вы направили своего кандидата, с ним поговорил ваш менеджер, а человек зарегистрировался. Понимаете, да, о чем я? То есть сколько вы делаете действий, чтобы вы участвовали в рекрутинге, в общем, да, для всей команды. И следующий вопрос такой, а вы довольны этим результатом? Это по плану или нет? Да, это по плану. Вы действительно запланировали одну-две регистрации за неделю? Или это не соответствует? То есть вы каждый день себе должны ставить задачи правильные и выполнять их. Понимаете, да? Вы должны учиться делать лучше, лучше и еще лучше. Выкладываться на 100%. Потому что неважно, это вы пригласили человека или ваш новичок с трясущимися там руками написал своему там кандидату, тот говорит, да, давайте пусть позвонит, вы позвонили, вы выложились, вы так поговорили, круто, что там человек вау, да, я хочу. Да, это общая командная работа. Потому что все идет в общую копилочку. У лидера должна быть своя страничка с личным брендом. Он должен качать себя, свои мозги, читать, развиваться, каждый день смотреть ролики. Вы, надеюсь, вы это делаете каждый день. Делаете? Ну-ка, признавайтесь. Что вы делаете каждый день для того, чтобы прокачать прямо вот себя вот как личность? Лидер должен владеть, ребята, внимание, всеми методами рекрутирования. Вы не обязаны рекрутировать сразу и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме, в моем мире, на досках, там по списку. Но вы должны знать, как эти методы работают, потому что, если в вашей команде кто-то захочет работать этим методом, кто-то захочет работать этим методом, вы должны ему подсказать, что вот ему лучше, как лучше сделать, чтобы быть эффективнее. Понятно? И лидер рекрутирует всегда. Всегда вы должны думать о том, как, кого, когда я позову, откуда будет идти поток и так далее, и так далее. Лидер и инициатива. Мы уже почти подошли к концу. Я практически уложилась в час. Лидер готов всегда поддержать партнера, даже если он не из вашей ветки. Ребята, все равно общая командная работа. Потому что бывает такое, что вы сегодня помогли, например, кому-то из команды Маши Скляренко, а завтра Маша Скляренко поможет кому-то из вашей команды, когда вы будете где-то заняты и не увидите вопроса новичка вашего. Понимаете, да? Лидер должен уметь и проводить собеседования, вводники, презентации, тренинги, планерки. Лидер не ищет причин, он просто делает. Просто делает. Надо? Все, я сейчас сделаю. Не знаю как, сейчас пойду научусь, сейчас порой там погуглю, в ютубе посмотрю, я сейчас быстро научусь это делать. Лидер делает свой бизнес сам. Ребят, сам, без помощи спонсоров. То есть спонсор помогает, но рассчитывает только на себя. Мне очень нравится, в нашей команде сейчас пришли сильные, прям мощные люди, в разных веточках появились такие люди, мы начали их притягивать, которых не устраивает, то, что они еще что-то не умеют, и они прям рвутся в бой, и они меня заставляют проводить собеседование, и они звонят и говорят, так, проводи, я буду слушать, я отключу микрофон, я буду слушать, как ты это делаешь, мне надо этому быстрее научиться. Понимаете, да? Вот эти люди у нас появились, и я вам желаю всем такими стать, настырными, наглыми, вездесущими, любые средства хороши для достижения цели, а средства у нас все мирные, в общем-то, да? Пол спикеров пополнится точно. И лидер всегда на связи. Ребята, это очень важно, не перекрываться, не пропадать, хоть где-то вы должны быть на связи. Итак, что вам нужно будет сделать? Оцените свои навыки по пятибалльной шкале. То есть, например, навык приглашения в команду, навык проведения встреч. Это будет у вас домашнее задание на сайте. Вам нужно будет эту картиночку скопировать, посидеть, помедитировать над ней, подумать. То есть, например, wellness. Что здесь про wellness-то надо? А вот насколько вы хорошо владеете информацией по wellness? Пользуетесь ли вы сами этим продуктом? Знаете ли вы, как его предложить? Его преимущества? Почему именно wellness надо брать, например, а не в аптеке эту аналогичную продукцию? Да? То есть, вот насколько вы хорошо знаете этот пункт, вы себе ставите по пятибалльной шкале оценку. Самообразование. То есть, насколько вы каждый день читаете, учитесь, обучаетесь, выделяете конкретное время для личного роста, саморазвития. И так далее. То есть, по каждому пункту вы должны проанализировать. Например, навык позитивного мышления. Ну, элементарно. Вы должны продумать, а действительно я умею из любой говеной ситуации найти что-то позитивное. Например, нет продукта на складе. Клиентка заказала самую дорогую туалетную воду, которая идет без скидки, а ее нет на складе. Ребята, вот как из этой ситуации позитивно выкрутиться? Подумайте. Как и что вы можете сказать себе, своему мозгу, своему мышлению? Клиентка заказала духи за 3 тысячи. Они без скидки. Я с них столько могу бабла срубить. А их нет на складе. И что я ей скажу? Это ее первый заказ. Угу. Угу. Так. Угу. Ну-ка, пишем. Что позитивное? Вот что позитивное вы можете здесь выявить? Я, например, сразу. Ого! О, такая дорогая вода. Ее нет на складе. Значит, она офигенно классная. Супер. Надо будет себе тоже взять. Да. Я у кого-нибудь найду. А клиентке, клиентку похвалю. Скажу, у нее отличный выбор. Да. И сейчас, пока этого продукта на складе нет, но он скоро появится. И компания вас благодарит за ожидание. И вам в связи с этим вот такой вот маленький презентик. Она скоро появится. Да. Вот пока даты точно нет, но она скоро появится. Подождем? Подождем. То есть, да, вы все правильно написали. То есть, в каждой ситуации можно найти что-то позитивное. А, например, если человек зарегистрировался, вы с ним целый час проводили вводник, и вдруг заходите в контакт, а он вас внес в черный список. Что здесь можно позитивного взять? Ну, это же трындец вообще. 15 минут собеседования с ним проводила, регистрировала, скинула ему информацию, час проводила вводник, потратила на него два с половиной часа, а он, меня в черный список, скотина. Вот что здесь можно позитивного найти? Ну-ка, ну-ка. Опыт. Ничего страшного, зачем он такой нужен? Ага, пожелать ему всего доброго. Бог уберег, не судьба. Ищем дальше. Ага, ему же хуже. Конечно, это опыт. Так, ну не все работают, я вижу, да? Не ленитесь, девочки. Помните, да, я же слежу, кто пишет, кто активно проявляется. Молодцы, да? То есть, можно в каждой какашке найти что-то позитивное, да, и окрасить ее в розовый цвет. То есть, да, вот главное, чтобы это было не просто какашка, накрытая красивым фантиком, а чтобы реально внутри, прям внутри проработали и в позитивном фокусе это увидели. Чтобы вообще без запаха, без следа, а прям четко, вау, фух, ну и слава богу, я-то всего два с половиной часа потратила. Представляешь, я бы его сейчас до пятнашки довела, а он бы на меня потом слил бы все это, и вообще было бы просто, да? Да, а потом вы говорите, ну да, это работа, мы ищем людей, мы им предлагаем, но они, значит, не готовы. То есть, вам нужно будет вот это все проработать. И домашнее задание. Попробуйте, да, потренируйтесь, поставьте себе цель на год. Ну, распишите вот на год, как вы видите, какой вы будете через год, какой уровень, сколько человек в команде, там, вот распишите, прям попробуйте, просто, это творческое задание. Вы можете это написать на листочке, или в гугл диске сделала, только откройте доступ, и скиньте нам в чат в телеграме, или картинки, или вот описание. Как вам удобно, сделайте это творческое задание. Далее, вам нужно будет прочитать книгу лидера. Это такая маленькая брошюрка, она уже загружена у нас на сайте, вы ее просто читаете, и вам нужно будет ответить на вопросы. Как же выращивать лидера, и чем отличается лидер от дистрибьютора. Следующее задание, вам нужно будет посмотреть видео Эдуарда Васильева, оно там загружено уже в задание, ситуационное лидерство. И далее, сделать вот по картинке, себя оценить по пятибалльной шкале, каждый, в каждом ключе, проверить себя, да, и скринок этот тоже скинуть в чат. Я буду отмечать, кто это сделал. Ребята, ну давайте с вами так договоримся. Вот мы в каком составе сейчас начали учиться, я хочу вас спросить, потому что я не могу принять одно решение. Я хочу вас спросить, у нас заявок написали люди большее количество, но не все сегодня пришли в комнату. Мы с вами простим их, допустим их ко второму заданию, дадим запись просто посмотреть этого первого урока, и дадим им еще один шанс. Или не дадим шанса. Как проголосует команда. Дадим мы им шанс, да, вы пишите, да, или не дадим. Это искренне, это четко и понятно. Дадим, дадим, дадим. Так, остальные? Надо дать заполнительным. Конечно, допустим, конечно, да. Ага. Вы знаете, а мое личное мнение, я бы сказала нет. Ну, я вижу, что большинство голосов сказали да. Я бы сказала нет. Да, а вдруг у них трое детей, как у Тани Фроловой, маленькие грудные дети, а она здесь сидит в комнате, активно участвует, да. Нет, мне завтра на работу, а я пришла, потому что надо, хотя два часа ночи уже. Нет. Да, вы знаете, я бы тоже сказала нет, потому что это люди уже изначально проявили себя, что они не готовы, не готовы к этому обучению, к этим серьезным задачам, и не готовы вести бизнес. Согласны? Я бы сказала нет. Честно. Даже если бы это были вы их, да, Аня Иванова, Таня Фролова, Люда Жилина, там, Роман, если бы вы меня сегодня... Просто никто из них меня не предупредил, что не смогут присутствовать. Никто. Все знали заранее, что это будет 8 часов, когда заполняли заявку. Все знали, что присутствие обязательно, Анютка сидит у соседей, слушает. Кто-то забыл. Ребята, да? А есть ли место таким людям в лидерском составе, которые не готовы быть лидером, да, с первых минут? С первых минут. Видите, мнения разошлись. Давайте тогда поступим таким образом. Мы дадим им шанс один раз. Но если человек пропускает занятие второй раз, то больше шанса не даем. Договорились? Это касается всех абсолютно. Потому что я считаю, чтобы научиться чему-то, недостаточно смотреть в записи, надо работать на семинаре. Надо работать на семинаре. Если человеку не позволяют технические причины присутствовать, он их должен был решить заранее, или уйти к соседям, или подключить себе нормальный интернет, я считаю, что об этом нужно позаботиться человеку. вы пришли строить бизнес, а не игрушки играть. Я считаю, что... Да, хорошо, давайте будем один раз добрыми и добренькими, добрыми. Выпустил, если, конечно, они не передумали, не пришли, а действительно просто там какие-то были причины. Но это будет один единственный раз. Больше, да, больше я не пропущу, потому что далее будут идти не менее важные уроки, которые связаны между собой. Если один пропускается, то потом наверстать практически невозможно. Да, это не детский сад. И у меня к вам вопрос. Друзья, что для вас сегодня было особенным? Особенным? Может быть, что-то вы услышали такое, чего раньше вы не знали, не замечали. Для вас это было, наверное, может быть, с каким-то открытием сегодня. Может быть, жетончик у кого-то провалился по какому-то пунктику. Вы разобрались, что сегодня для вас было полезное. В чем вы разобрались? Эмпатия и все. Эмпатия – это очень мощно. Вы знаете, я когда разговариваю с людьми, я часто спрашиваю, а вы людей любите? Вы общаетесь с ними? Вы любите помогать людям? Так. Решила действовать. От внутреннего решения начинается отсчет работы, отсчет времени. То, что было, например, человек зарегистрирован уже год или два, но с момента принятия решения можно говорить, я сегодня только начала работу. Задуматься серьезно. Интересно, Людмила, не ожидала, потому что вы для меня лидер, и вы, я вам представлю Людмилу, хотя вы сами, кстати, там будет задание у вас первое, это подробно написать и себе, вы потом все увидите эти истории. Людмила – тренер, тренер, она готовит, как это сказать, фигуристы, нет, даже не фигуристы, конькобежцев, да, вы так правильно сказать. Это тренер, это лидер, который тренирует быть лидерами, потому что, чтобы победить, а у нее ее ребятки берут медали, надо быть в первую очередь самой лидером и учить их тоже становиться лидерами. Так, Татьяна подумала, оценила себя впервые за последние три года. Ну и как ты себя оценила? Надо брать ответственность не только за себя, да, за результаты, команда. Тоже пришла за мотивацией. Ты получила мотивацию? Так, доступней надо. Не понимаю, цели доступные, да, доступные надо. Работать хочется еще больше. Сейчас буду проводить собеседу, только что записался кандидат. Круто! Я в своем деле лидер, да. Я уверена в этом, Людмила. Супер! Ань, что для себя взяла? Вот именно, что вы сейчас уносите с собой в копилочке своих знаний? Вот чем бы вам сейчас хочется уже делиться со всем миром и вообще нести в массы? Какие открытия? Вот не все написали, просто супер, спасибо. Это классно, но мне нужно конкретику какую-то. Вот что-то вас цепануло так вот сегодня? Может быть, пиночек получили какой-то конкретный? Может быть, увидели, почему до сих пор не двигались раньше? А вы почувствовали, какие вы крутышки вообще? Вы почувствовали, что вы можете измениться очень круто и вообще, как говорится, пройти очень интересный жизненный путь и повести за собой людей, закалить свой внутренний стержень. Жидковат? Ну, так работайте, да, закаливайте. Если увидели, над чем работать. Не надо ныть, позитивнее быть. Ага. Еще поняла, что я двигаюсь в верном направлении. Отлично. Избранные. Но вы сами себя выбрали. Это не я вас выбирала, вы сами себя выбрали и сами себе выбрали нелегкий путь. Тернистый, нелегкий, но самый интересный, который приведет, конечно же, к офигенным результатам. Друзья, коллеги, я вас поздравляю с первым днем в Гуре. Полный зачет, 100%. Мне понравилась ваша работа, мне было очень интересно. Вы чувствуете, да, время уже позднее. А у меня прям энергия зашкаливает. Хотя я даже еще не ужинала. И сегодня очень много работала. Просто даже передать не могу. Я вас благодарю за то, что вы выбрали этот путь. Вы супер. Спасибо огромное. Следующее занятие у вас будет в четверг. Постараюсь прям сегодня вам уже отправить занятие, чтобы вы уже начали читать, изучать и делать. Да, прям сделаю сегодня. Вот и все. Что это я? Все, я сказала, я сделала. Все, до встречи. В чат специальный пишите все вопросики. Хорошо? Спасибо вам. Пока.